жена вот смотри на вот эти вот кисточки вот эта кисточка было тоже вот здесь после работы ты или кисточки в этой баночке не залила водой и все эти кисточки стали твердые внутри они какие стали твердые до ужаса вот смотри и что будет кисточку не покупать в магазине и сделать вот точно такой же после такого вида и она станет как магазине вот смотри что будет вот с этой кисточкой у нас твердаю просто ни один силач не не сможет загнуть вот смотри уже краски нет и уже фактически кисточка становится как магазине продолжаю через две минуты уже кисточка вот смотрите сгибается и она стала работоспособные все классно получилось а еще одна есть кисточка тоже нужно поработать возьму я вот эту вот кисточку вот этой будут работать красить арматуру вся арматура здесь баночка по ржавчине здесь три в одном а вот смотрите последняя арматура вот это вот уже высохла вы представляете высохла краска сохнет очень быстро сам удивлен макаю совсем немножко вот раз чуть-чуть макнул и начинаю красить и очень сложно красить когда мы конечно очень мало краски а когда много вы смотрите просто вообще великолепно вообще быстро-быстро краска растягивается и все вот я вам сейчас показывал прям чуточку и до того сложно растягивать ее это ужас вы смотрите раз и уже все вот смотрите доска 1 вторую сверху прибил и получилась вот такая линия то есть вот эта шнурка вот эта доска теплицы роли никакой не будет играть она только для разметки это доска и вот эта шнурка но вот эта шнурка как оказалось вот здесь ее можно его здесь и можно вот таким вот образом вытянуть и таким вот образом нет мы от забора взяли по моему три метра забора взяли уложили доску то же самое вот смотрите приезжали металлической трубе ну и получилось 288 вот так получилось и там 288 ну то есть три метра получилось от забора и шнурка натянули потом уложил на кирпичи доску и стал копать таким вот образом по доске стал в копать 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 прекратил копать и теперь нужно сделать разметку то есть вот здесь будет торец вот торец вот торец и труба около трех сантиметров так три сантиметра но и возьму и так возьму два сантиметра лучше меньше лучше это толщина профиля он торцевой которая лежит и вам показывал теперь мы знаем ширину 100 поликарбоната а ширина такая посмотрите 210 но вот здесь нужно сделать выпуск на торец будет там 4 миллиметра прикладываться и немножко нужно сделать козырек ну карниз такой вот так будет вот так я и сделаю ну возьму три сантиметра можно можно не знаю давайте два сантиметра и начинаю искать размер 210 где же этот размер 210 а вот вот такой вот ты лист маленькую черточку делал это будет 210 210 теперь можно сделать нахлёст 2 то есть 5 сантиметров вот такой нахлёст и дуга будет вот здесь два с половиной и два с половиной здесь будет дуга мало ли это или много наверно мало если взять 10 сантиметров то есть два десять здесь будет два метра и нахлёст вот такой сделал 10 сантиметров можно же сделать можно значит труба будет вот здесь ну хорошим такой нахлёст очень классный здесь будет забиваться труба значит беру один метр для этого и доска нужно его здесь будет труба забиваться вот прям прижиматься будет к этой доске и вот так буду забивать 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 то есть и для разметки и для того чтобы забить трубу как бы по линии не по шнурке а к доске прижимать ну вы наверно поняли да и вот сейчас буду делать разметку стерез метр стерез метр стерез метр чтобы мне потом забивать трубы но посмотрите в этой точке поверхность земли и там поверхность земли не по уровню то есть там ниже здесь выше это мне нужно обязательно учитывать для сетки потому что там сетка будет отпускаться землю я буду землю сетку то же самое как и здесь сделал аж копал и вытаскивал эту сетку она держит можно сказать от качения эта сетка когда она закопана если там получилось хорошо все хорошее буду переносить на эту теплицу ну вы поняли меня трубу отпилил и теперь замеряю ровно 13 сантиметров и здесь тоже в принципе 13 сантиметров да вот так тоже нужно вот эту трубу отрезать и вот этот размер будет одинаковый с этой стороной старый профиль покрасил две торцевые уже готовы к установке и отрезал трубу у одной торцевой один размер одинаковый и у другой торцевой вот этот отрезок оставил тоже одинаковый и с другой стороны все это я сделал вот этот гость нужно будет потом отпилить большой зазор был пришлось установить хороший гвоздь мне так жалко было пригодится вот этого часть еще пригодится ну жалко такой хороший гвоздь на эту теплицу все это я сделал теперь эти кошка теперь буду делать всю работу по периметру от земли чтобы был один уровень забитых колышков буду работать с помощью этого лазерного нивелира ну вот что хочу сказать работа конечно колоссальная особенно когда вот эта арматура это туши свет работы просто много делать ее геометрию теплицы там все по размеру отпиливать приваривать это ужас потом красить арматуру и просто так покрасить на это очень много времени здесь тоже работы очень много просто много когда теплицу покупаем уже готовую ну в разобранном виде ее когда собираем там не надо ничего красить ну в нижней части конечно желательно бы покрасить весь металл но все теплицы делаются делаются на брус устанавливается это брус конечно это конечно дури это все огурцы нужно уйти и делать какие-либо забивать трубы сейчас вам все дома на трубах завинчивают и называют ее своя это же здесь забивать трубы это тоже будет своя намного надежнее чем какие-либо доски либо бруски но на брусках намного легче работать установил закрепил и до свидания здесь же работа по полной программе если мне скажут сделает теплицу своих размеров я скажу не больше делать не буду